Всем привет, меня зовут Ева Ревтова, я приветствую вас на канале Аромакод. Сегодня у нас по многочисленным просьбам обзор молекулярного французского бренда Juliette Heisegan. Я расскажу о бестселлерах, о полюбившихся в России ароматах, да и во всем мире, собственно. Это будут ароматы и из классической коллекции, и из лакшери коллекции бренда. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и мы начинаем обзор. Хочется пару буквально слов вначале сказать о молекулярных ароматах, потому что сейчас вообще молекулярная парфюмерия появляется везде, в разных парфюмерных сводках. И вообще слово молекула вошло в парфюмерный обиход с появлением бренда Eccentric Molecules, теперь уже известного во всем мире, и Геза Шойена. Но молекулярные парфюмерии сейчас называют ароматы синтетического происхождения, в которых полностью синтетические компоненты, они фантазийные, абстрактные и не всегда напоминают нам натуральное что-то. Но по сути, честно говоря, слово молекулярный аромат, это, конечно же, маркетинг, потому что даже если парфюм состоит из натуральных компонентов, то это все равно какие-то вещества и какие-то молекулы, поэтому получается тавтология некоторая. На официальном сайте бренда в самом верху выделяется крупная надпись, это цитата Сержа Генсбурра «Красота – лучшая женская месть». И вот на этом построена вся концепция бренда. Бренд основан в 2006 году, Роман Ричи, это правнук известнейшего дизайнера Нины Ричи, и он прекрасно говорит о том, что современная Джульетта – это не та инфантильная девочка, которая не может за себя постоять, что-то все время плачет, что современная Джульетта, так же, как и современная женщина, она стремится к свободе и умеет управлять этой свободой, естественно, по своему усмотрению. И пистолет в ее руке – это и как орудие мести, и как орудие обольщения, и в том числе, как что-то, где можно чуть-чуть сыграть с блефом. И Роман Ричи говорит, что бренд Джульетта «Хэзэган» – это новый тип элегантности в нишевом парфюмерном мире. Конечно же, он с детства был окружен в своей семье творчеством и парфюмерией, в том числе, дизайном, модой, и он хотел доказать всем, что он сможет сам чего-то добиться, что-то сделать, как многие дети в династиях. И он учился в мире парфюмерии в течение четырех лет, а затем уговорил буквально маэстро парфюмерии Франсиса Киркджана работать с ним вместе над созданием его ароматов. И потом, естественно, все пошло уже своим чередом, потому что Франсис Киркджан плохого не сделает. Классическая коллекция состоит из 14 ароматов, которые уже стали культовыми, многие из них, и 6 ароматов из лакшери коллекции. Это лучшая выборка и дань уважения сырью парфюмерному. Хочется показать коробке, как выглядят ароматы коллекции. Вот это классическая коллекция, классическая коробка. Вы всегда говорите, ну вот, что значит, тут была слюда, я ее сняла, я решила прям показать вам со слюдой, раз это настолько важно. Просто это не суперудобно прям в эфире делать. Итак, здесь слюда сверху, и внутри находится коробка с ароматом. Я вот сейчас так вот, видите, как неудобно. Сейчас я ее сниму. Это аромат ваниловайп, с мы о нем поговорим. Итак, вот здесь картонная просто такая упаковка сверху, на ней все написано, черно-белая, минимализм, концентрация парфюмерной воды. Здесь мягкая упаковка предотвращает любое падение, то, чтобы разбился, по-моему, это оригинальная очень идея. Минимализм тоже просто черная коробка, здесь внутри находится сам парфюм. Выглядит вот так. Это классическая коллекция, напоминаю, сейчас я покажу лакшери и как это отличается. Лакшери. Вот здесь была, вот все-таки поверьте на слово, здесь была еще сверху коробка. Обычная коробка, которая предотвращает вот эту коробку. Здесь, как в сказке про Кощея, у меня сразу ассоциации, это значит утка в сундуке, в утке яйцо, в яйце игла, и, в общем, там смерть Кощея. Вот здесь была сверху коробка. Картонная, самая обычная. Затем вот эта коробка, она уже такая более красивая. Здесь, заметьте, еще одна коробка, и уже в ней находится аромат. Вот так все аккуратненько сложено. У шкатулки мягкое такое основание, очень приятное, бархатное. И шкатулка, вот это самый правильный способ хранения аромата. Внутри, посмотрите, как смотрится. Вот здесь Juliette has a gun, кожное покрытие, очень плотно вставлен флакон. Я вот проверяла, он вообще не выпадает никаким образом. Его прям нужно вытаскивать руками. И слышите, он так вот, как по коже, такой звук, характерный скрип. И вот так выглядит сам аромат. Вот, задняя стенка, вот у некоторых ароматов металлизирована, поэтому он вот отблескивает, да, для того, чтобы было видно. Вот этим отличается лакшери коллекция. Ну, на самом деле, упаковка отличается, конечно же, очень сильно. Ароматы тоже, сейчас мы как раз к ним и перейдем. И первый аромат, с которого мы начнем, это визитная карточка бренда. Называется Not a Perfume. Не парфюм, название говорит само за себя. Выпущен он в 2010 году, и кажется, что ничего вообще не существовало раньше. Аромат не для блоттера. Важно нанесить его на кожу, потому что на блоттере, честно говоря, первые 10 секунд 20 это чистый спирт, а потом он просто исчезает. Но на коже это что-то невероятное. На официальном сайте говорят честно, что этот парфюм состоит из одного единственного компонента. Это циталокс. Циталокс это искусственный синтетический аналог амбры. Вот они не пишут, что это амбра. Это позволяет нам понять, что да, мы сталкиваемся с синтетикой. Значит, это гипоаллергенно, что уже лучше. Во-вторых, очень советую разнашивать. Циталокс на коже может звучать совершенно по-разному. От соленых каких-то нот, вот, например, на моей коже. Это соленые ноты, это подогретая солнцем кожа, вот, когда на пляже, даже вот загорелая какая-то. То есть потрясающий аромат для меня, он очень сексуальный. Но кому-то все, что связано с синтетическим мускусом, звучит ужасно, удушливо и так далее. Также он может звучать и мускусом, и амброй, и деревяшками, и, как я уже сказала, какими-то морскими нотами. Поэтому, вот, несмотря на то, что аромат вторая кожа, очень советую разнашивать. Но если вы его полюбите, то все, он займет просто вот место огромное в вашем сердце. Так как аромат вторая кожа, так как вот он очень интимный, близко сидит к коже, это буквально аромат для вас, вот ваша кожа версии 2.0. Поэтому он уместен везде, он уместен тогда, когда вы не знаете, что хочется надеть, или вот когда хочется пахнуть ничем. Вот это лучший вариант. И офисный вариант в том числе, то есть остается такая легкая-легкая дымка, какое-то присутствие, вот вы здесь только что были, да, вот это ощущение остается. Но никому не мешает и никого не душит. Следующий аромат называется просто «М». Вот сочетание букв. Выпущен он в 2016 году, относится к группе «Восточные цветочные гурманские». Роман Ричи говорит о том, что создавая этот аромат, он вспоминал вот это вот звукоподражание, этот буквально полушепот или полувздох, который скрывает за собой какие-то невероятные невидимые грани. И вот этот аромат, это просто, знаете, для всех совершенно-совершенно разный аромат. Здесь содержится малина в верхних нотах. Флёрдоранж, нироли, герань, фиалка, ирис, то есть такое пудровое, послевкусие малиновое. Вот для меня это малина в сахарной пудре, что-то сладкое, оно не приторно-сладкое, не уходящее в какую-то сгущенку и слишком сильную гурманику. Всё же остаётся это где-то на уровне цветов. Учитывая, что здесь есть сандаловое дерево и гелиотроп, это смягчает аромат, делает его более сливочным и более таким воздушным, более лёгким. То есть для всех, кто любит сладкие, цветочные ароматы, вот этот прям очень зайдёт. Что важно? Как я уже сказала, ароматы состоят из молекул. Поэтому на коже, вот на блотере он звучит определённым образом, и это может безумно вам нравиться, но на коже он проявит себя совершенно иначе, поэтому я советую разнашивать этот аромат. Почему советую разнашивать? Например, на мне. Я разнашивала его, у меня горячая кожа, всё сладкое, вкусное, малиновое. То, что на блотере вот долго достаточно держится. С меня слетело за 2 часа и остался мускус. Я не знала, чем его смыть, потому что если вот в ноту перфюм я его обожаю, могу носить бесконечно, то вот здесь он меня прям буквально задушил. Поэтому берите пробную версию, разнашивайте. Если он вам подойдёт, то вы будете среди тех, кому этот аромат безумно нравится. Не зря он является бестселлером. То есть многие говорят о том, что это нежная, малиновая, лёгкая такая фруктово-цветочная вода, которая уместна везде, с ненавязчивым шлейфом. Кстати, да, они не удушливые, вот всё, всё кроме мускуса. То есть сам шлейф лёгкий, ненавязчивый, он вас не задушит. Я говорю именно вот об ощущениях от вашей кожи. Но если он вам понравится, если с вас не будет быстро слетать, то это повседневный лёгкий весенний аромат. Следующий аромат это ванилла Вайпс. Он выпущен в 2019 году и посвящён фестивалю Burning Man. Этот фестиваль, естественно, как все фестивали, это что-то невероятное. Он возводится с нуля, буквально устраивается город в пустыне Black Rock. Поэтому вот для многих это будет аромат пустыни и песка. Я в этом абсолютно уверена, потому что для меня вот эта вот ассоциация тысячепроцентная с какими-то пляжными странами, где океан, где пляжи. Для меня здесь много кокоса, и вообще у меня полная ассоциация с Доминиканой, где ты на пляже лежишь с кокосом, кайфуешь. У тебя всё хорошо. У тебя нагретый солнцем накалённый песок вокруг кожи, нагретая солнцем. Вот чуть вспотевшая. Вот как пахнет кожа после загара, ещё намазанная кремом. Вот это всё содержится здесь. То есть это такой вот очень летний, мне кажется, даже знойный аромат. Ну и как все ароматы, посвящённые фестивалям, он немного сумасшедший. Он стойкий, причём вот где-то на заднем фоне, вот где-то там в отдалении я слышу деревяшки или что-то подобное. Все говорят о том, что это лёгкий аромат, что он тоже никого не душит. Но если вам не нравится кокос, то вот этот не зайдёт аромат, даже учитывая то, что кокоса в нотах нет. Естественно, аромат не офисный, потому что он достаточно сильный, заметно его слышно. Но он классный для лета, для отдыха, для путешествий. У меня он вообще только с этим ассоциируется и для прогулок. Стойкий, как практически все ароматы Juliette Heisegan и шлейфовый. Ещё один аромат из классической коллекции, достаточно новый, он выпущен в 2020 году. Относится к группе цветочный и фруктовый Lipstick Fever. Очень косметический, я бы сказала, что невероятно натуралистично переданный аромат ретро-помады. Причём для меня это какая-то красная помада, вот сухая, пудровая, которая, наверное, вечно держится на губах. И уже сам цвет флакона и цвет парфюма говорит нам о том, что здесь какие-то вкусности, какие-то ягоды. Это малина, очень ароматная, сладкая, это фиалка. Здесь есть также масло и риса, которое даёт тот самый пудровый эффект. Всё обволакивает вот этим цветом. Масло почули. И ещё здесь есть кедр. Кедра я не слышу, но всё вместе создаёт очень натуралистичный эффект. Что важно? Здесь заявлена малина, но и я, и вот я просто спрашивала в офисе в том числе. Многие ощущают именно вишню. Вишнёвое варенье в том числе, засахаренная вишня. То есть не всем звучит вот только помада. Здесь есть ещё чуть-чуть вишни, причём вишня немного с ликёром. Вот это очень красивый аромат, ретро-аромат. Пудровый, если любите такое, то этот обязательно зайдёт. Он стойкий, шлейф не дальше вытянут руки, поэтому он неудушливый и может стать повседневным ароматом. Следующий аромат это Москл Мюль. Аромат выпущен в 2017 году и относится к группе цитрусовых фужеров. И вот этот аромат это такое настроение русской Джульетты, как говорит Роман Ричи. Москл Мюль это коктейль, московский мул из русской водки, имбирного эля. И вот я чувствую здесь как будто действительно вот кусочек лайма положили в бокал водки. То есть это что-то такое суперосвежающее. Имбирный эль я вот здесь не чувствую. Может быть что-то яблочное, да, слегка имбирное, но всё-таки это вот как какой-то освежающий коктейль. Очень летний аромат, очень свежий. И вот бергамот, лайм, всё это ощущается в верхних нотах однозначно. Но при этом есть в отдалении какие-то красные ягоды или фрукты. И за всё это отвечают синтетические компоненты, которые находятся в базе. Это Норлимбанол, Амбритолит и Амброксан. Норлимбанол это компонент фермениш. Он очень мощный, очень диффузный. И он сочетает в себе очень много разных нот. Это ноты табака, при этом тут же ноты какао где-то. И даже чуть-чуть вот старых книжных листов. Что-то такое, то есть какой-то запах в библиотеке. Амбритолит это тоже синтетический компонент. И он тоже мощный и диффузный. Вы уже понимаете какой это аромат, да, судя по этим компонентам. И вот он как раз с более фруктовым каким-то запахом, с красными ягодами. Но они чувствуются в удалении, возможно потому, что вот эти синтетические компоненты находятся в базе. Это очень свежий, очень летний, классный, создающий радостное настроение аромат. Стойкий и диффузный, но шлейф очень легкий. Теперь мы переходим к коллекции лакшери. Парфюмер очень часто говорит о том, что ему не хватает размаха. И он не может пользоваться теми ингредиентами, которым лежит душа. Иначе бренд был бы просто невозможно дорогим. Но вот коллекция лакшери это как раз такое его дело для души. То есть он воплотил там самые свои смелые какие-то идеи и взял самые лучшие ингредиенты. Начнем мы с White Spirit. Это 2015 год. Это белоцветочный аромат. Здесь торжество мускуса и туберозы. Я бы сказала, что все это вместе. Я уже показывала коробку. Она великолепная. Если любите белоцветочный аромат и аромат с жасмином и туберозой, этот понравится очень. Здесь торжество мускуса, здесь его много. И как я уже сказала про синтетические мускусы, кому-то, я вот цитирую, звучит потными мужиками. Цитата окончена. А кому-то белое нежное облако, свежее белье, сексуальный аромат и так далее. Поэтому, особенно учитывая, что это люксовая коллекция, здесь усиленные ингредиенты. Обязательно разнашивайте. Вот эти не берите без разнашивания. Вообще из люксовой коллекции аромат. Потому что вот настолько он передан. Здесь натуралистичный тубероза и мускус. Но на вашей коже это может раскрыться совершенно неожиданно. Аромат очень стойкий, очень диффузный, комплементарный. Причем шлейф нежный и воздушный. Если микронанесение какое-то будет, то этот аромат подойдет даже для офиса. Но если вы наденете его в ветреную погоду, в чуть прохладную погоду, это будет лучший аромат с нежным красивым шлейфом. Я уверена, что вы получите огромное количество комплиментов. Еще один аромат, он выпущен в 2014 году. Это восточный цветочный Moon Dance. И вот этот аромат, наверное, из всей коллекции самый сильный. Тубероза, фиалка и пачули. Причем пачули здесь с деревяшками. То есть они такие вот не слишком удушающие. Но в первые буквально 5 минут я бы вам советовала подождать. Потому что старт довольно яркий и даже немного пугающий. Почему пугающий? Вот это на самом деле аромат мощный и достаточно богатый. Всего 3 ингредиента. Но при этом такое ощущение, что здесь целый спектр. Я бы сказала, что вот этот аромат, ну как я его ощущаю, хотя я так никогда не говорю, он все же для более взрослой женщины, либо вот какой-то статусной, статной, которая любит. Вот все, что относится к Coco de Chanel, Chanel номер 5, плюс-минус. То есть такие вот, наверное, более классические духи, которые усилены ингредиентами. Тубероза здесь однозначно выделяется. Но я бы сказала, что здесь достаточно сильные пачули. И поэтому аромат кого-то вот буквально первые 10 минут может пугать, даже чуть-чуть задушить. Поэтому его однозначно нужно разнашивать. И вот этот аромат все-таки для ветра, для улицы, не для маленьких помещений. Кто-то говорит, что слышит черешню, мед или что-то подобное. Я вот ничего похожего не слышу. Для меня это те 3 компонента, которые заявлены. Я правда слышу здесь туберозу. Пачули, которые немножко напоминают деревяшки. Вот где-то очень на заднем плане, в отдалении. Еще один аромат это Liquid Illusion. Выпущен он в 2018 году и относится к группе Восточные Цветочные. И вот если White Spirit это торжество мускуса и туберозы, то здесь торжество гелиотропина и цитолокса того самого. Гелиотропин это синтетическая составляющая, синтетический компонент, который напоминает гелиотроп. В нем есть и легкие карамельные ноты на чей-то нос, нежные кремовые, как вот замша в том числе. И при этом миндаль. Миндальные орехи, кто-то слышит вишню, в общем, все подряд. Цитолокс. Здесь тоже, как я уже говорила, это аналог амбры, причем здесь есть в том числе и амброксан. Абсолют и риса и корень риса. Поэтому аромат миндально-пудровый, вот такой вот обволакивающий кремовый миндаль. Причем засахаренный, скорее всего, миндаль. Кто-то здесь слышит вишню, примерно как в Lipstick Fever, незаявленную вишню, как будто откуда-то появляется галлюцинация вишневая. Но в том числе вишня здесь тоже имеет место быть. Несмотря на то, что это коллекция лакшери, этот аромат может стать повседневным ароматом, потому что он сидит достаточно близко к коже. Шлейф не дальше вытянут руки, и буквально через 2 часа он садится вообще вот достаточно близко, для того, чтобы его слышали только вы и вот люди, которые очень близко к вам. Если вам нравятся ароматы на тему гелиотропа, то есть такие нежные, кремовые, ореховые с миндалем, здесь есть также и рис, и есть тубероза. Поэтому если любите цветочные ароматы, кремовые, которые могут стать повседневными, мне этот обязательно понравится. На сегодня это все. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, знакомы ли вы с этим брендом, возможно, какие-то ароматы уже вам полюбились. Нам будет очень интересно почитать. Увидимся с вами в следующих выпусках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!